всем привет я продолжаю свадебную тему и сегодня я хочу вам показать как сделать значки свидетелей в синем цвете ранее я уже показывала как делать свадебные бокалы и семейный очаг в этом же цвете кому интересно ссылочку оставлю под видео а сейчас мы с вами будем делать вот такой вот значок один я уже заранее сделала сейчас мы будем делать второй значок работы нам понадобится картон код обычного чая 100 пакетиков вот такая вот надпись эту надпись я заказывала фотосалоне не распечатали распечатали на матовой бумаге вот как это все выглядит диаметр у нее 7 сантиметров ниточки иголочка вот такая вот застежка для значка зажигалка термопистолет ножницы клей момент кристалл прозрачный полу бусины диаметром 6 миллиметров лента атласная синяя шириной 4 сантиметра лента атласная белая шириной 1 и 2 сантиметра нам еще понадобится кружево синего цвета шириной 3 сантиметра так как у меня не нашлось такого кружева я взяла кружева 6 сантиметров шириной и разреза ровно пополам а вот так вот еще нам то понадобится для украшения вот такая вот крюченая розочка маленькая приступим берем картон я вот уже заранее вырезала вот эту вот надпись обводим и аккуратненько вырезаем вот такой кружочек у нас получился так теперь переворачиваем изнаночной стороной к себе берем кружево берем ниточку с иголочкой какого цвета ниточка не имеет значения потому что какого-то каким цветом мы шьем кружева не будет видно впоследствии и вот так вот наметываем наше кружево на ниточку на иголочку мелко-мелко на металле так чтобы у нас такие красивые воланчики получились теперь берем клеевой пистолет и вот это вот сейчас кружево нужно нам так вот приклеить по краю не совсем прям близко краю но где-нибудь отступив может быть метра четыре пусть немножко тело что у нас пропиталась хорошо клеем эти воланчики и вот так прижимаем с обратной стороны что у нас получается продолжаем ну и так делаем до конца пока у нас не сойдутся концы кружева потихонечку продолжаем клеем близко к краю не нужно клей делать потому что он может вылезти и с обратной стороны будет видно потихонечку приклеил нажимаем пальчиками будьте осторожны потому что клей горячий когда у нас край сошелся нужно чтобы он был в нахлёст хотя бы там немного на сантиметр на 2 так клей прилипает пальчиками но это все быстро убирается что ничего страшного главное чтоб не обжечься вот это вот будет изнаночная сторона значка это будет лицевая сейчас на эту лицевую сторону нам нужно петь вот эту вот надпись и стараемся сделать так что где вот мы делали стык вот это вот кружево чтоб это было сбоку потому что потом мы сюда приклеим бантик и вот этого не будет видно совершенно ну и теперь приклеиваю вот эту вот надпись на кружево и так же это делаю на горячем клеем беру прям посильнее побольше только не близко к краю иначе это все будет видно когда делаешь много клея клей потом полезет весь и быстренько приклеиваем ровненько что было посередине так смотрим еще на основу на нашку и прижимаем пальчиками нужно делать это все быстро чтобы успел у нас застыть ну вот что у нас получилось вот с обратной стороны вот это вот у нас теперь будем делать бантик берем атласную ленту шириной четыре сантиметра тра синего цвета и примерно какой нам бантик нужно смотрим прикидываю ну я сравню со вторым значку какой вы бантик хотите видеть на своем значке это конечно ваше дело но я думаю сильно большой бант не нужен такой вот будет сам на теле от закалочкой подправляем краюшки тупо не у нас не сыпались так берем ленту атласную белого цвета шириной 1 и 2 сантиметра и отрезаем такой же длины как и лента синего цвета также подправляем накладываем белую ленту на синюю гибаем вдвое и отмечаем где у нас серединка так вот серединочку у нас видно и не убирая белую ленту синий формируем бантик чтоб все ровненько было складываю берем ниточки с иголочкой и и наметываем немножко криво получилось сейчас исправлять так смотрим где у нас отметина и по ней наметаю стягиваем и обмотываем несколько раз чтоб не распустилась готов наш теперь берем ленточку от вас на 1 и 2 сантиметра и вот так вот обмотаем бантик смазываем клеем обстригли подплавили и вот так вот обмотали здесь вот внахлёст приклеиваем вот такой бантик у нас получился теперь берем ленту отласную синего цвета 1 и 2 сантиметра ленту отласную белую 1 и 2 сантиметра подправляем краешки будем делать вот такие вот весельки так раз у меня уже сделано я измеряю примерно какой не длину будет чтоб одинаковые были какие вы хотите сделать то на ваше усмотрение покороче по длине и визу подправила берем синюю ленточку складываем двое отмечаем серединку и посерединке вот так вот складываю так вот уголочком чтобы получилось вот такая вот галочка вот такая галочка уголочек отгибаем капаем немножечко клея туда прижимаем теперь берем ленточку белого цвета отмечаем серединку сгибаем делаем галочку не смотрим я его делаю немножечко поуже чтобы одну ленточку из под другой половины также отгибаем уголочек смазываем клеем теперь нужно нам вот так вот склеить беленькую наклеить на синенькую вот что у нас получилось вот такие вот веселечки теперь эти веселечки нам нужно приклеить с изнаночной стороны бантика также смазываем клеем сильно много не надо чтобы он не вылазил у нас и вот вот так вот приклеиваю прижимаем теперь нам нужно нужно этот бантик приклеить здесь вот сбоку где у нас стык чтобы закрылся кружево наше вот именно так ну и чтобы было так же как и на втором в моем случае раз я уже сделала где значок так вот чтобы надпись видна назову и клеем и приклеиваю приклеил поддержала что клей схватился у нас так теперь берем вот такую розочку и приклеиваем сюда также смазываем клеем быстренько и аккуратненько клеем так все бантик у нас на месте вот это все подправиться потом даже можно немножечко капнуть клеем и вот так вот приклеить что никуда не съезжала так теперь нужно нам взять полубусины полубусины я клею на клей момент кристалл прозрачный так держится намного лучше вот у меня уже тут приклеена и она никуда не денется совершенно так крепко хорошо так что и вам советую когда я работаю с этим клеем с моментом я всегда беру вот тряпочку вот такую чтобы руки вытирать пальчики если где-то падет клей на пальчик берем полубусины сейчас нам нужно их приклеить приклеить по периметру вот так вот немножечко бантик отгибаем сильно прям под бантом не надо потому что видно все равно не будет если вам удобно пинцетом работать можете работать пинцетом мне удобнее ручками ну и вот так сейчас нужно все приклеить ну вот полубусины я приклеила по периметру нашего значка теперь наша задача приклеить вот такую застежку я вот отметила уже заранее место сейчас расскажу как я это сделал вот так вот беру линеечку чтоб было с двух краев ее видно и параллельно надписи я ставлю теперь мы видим где у нас надпись с обратной стороны конечно и делаем отметочку ну вот примерно как я сделал сейчас на это место я буду клеить застежку я буду клеить тоже на клей момент кристалл потому что этот момент держит очень хорошо мне вообще он нравится конечно он долго сохнет и не рекомендуется использовать его в течение 24 часов ну то есть изделия которые сделали с помощью этого клея так вот я смазываю сам наш значок еще смазываю застежку так смазала теперь прижимая чтобы было ровненько если где-то какие как-то их что-то не ровно у вас пока он полностью не высох то есть не схватился вы можете по подправить так все но я вижу что ровненько теперь хорошенечко прижимаю и оставляем для полного до полного высыхания ну вот такие значки свидетелей у нас получились вот так они выглядят с обратной стороны если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем пока до новых встреч я Продолжение следует...